Осталось только канализацию, но я думаю это уже мелочи будут. Тепло запущено, горячая вода есть. На втором этаже большой зал получился. Все тепло, очень там. Надо теперь как-то все это дело поставить на плановый поток. То есть как проводить занятия. Чтобы вы подавали свои предложения, для этого нужно съездить, посмотреть там дом у меня. Ну и Игнатий, там места вам много, пожалуйста проповедуйте сколько хотите. В любой день можно тот же оставить, те же дни, по времени можно оставить так же в принципе. Ну и главное теперь как это все сопоставить, как нам все это. Подъезд там хороший, с двух сторон остановки. До дома идти 10 метров, с одной стороны 20 с другой. Так вот он сказал, да. Вот это слово, как, это очень немаловажно, даже очень непросто. Кого запустить? Да. Кого? А то запустишь. Ну хоть я готов запускать любого, потому что я же хозяин, я буду ждать звонок, дверь, вот. Вот Володя идет на работу, работает, каждый день мы молимся, Господи, садилай, чтобы жилье это служило для тебя, для Бога, для собрания верных, чтобы там ангелы могли собираться с верующими. Мы каждый день об этом молимся. А для кого это? Вот он уже обдумал, видите как, он уже, он вписывает в число жителей Иисуса Христа. Вот так надо делать. Конкретно, четко и ясно. Мы просили для Бога, вот это вот, что Бог дал молить, это от Бога. Юридически я хозяин, а я ни одной минуты себя хозяином здесь не чувствовал. Только, ну, охранять, приглядывать приходится. Вы посмотрите, кто чем владеет. Как потрудиться? Как лучше сделать? Как поиметь прибыль? Говорит, а можно ли нет в рост отдавать деньги? Можно, я узнал. Можно отдавать и очень большой процент. И он за того, говорит, в рост отдай деньги Христу. Дающий нищему дает взаимы Богу. И он, говорит, самыми большими процентами дает. И при том, никакая смена власти, ни дефолты, ни инфляция, ни кризис, ничто не влияет. Настолько верный взаимодавец. Ты, я сделал это ради Христа, вопрос снятый, все. Я ради Христа сделал. И спрашивать больше нескольких. Теперь, какие они урядницы, ко Христу обращайтесь. Мы должны научиться видеть Христа. Не прожить в этом вакууме, как сейчас люди живут. Верующий пришел, отмолился, ушел, и Христа всю неделю не видят. Ты должен каждый день это видеть. Вот нужда просят. Господь побуждает на молитву. Я вам рассказывал, самые последние мысли, ложась в постель, Господи, только бы не проспать на ночную молитву. Только бы Бог пробудел. Ты поймешь, в каком настрое живет душа. Проси у Бога этой милости. Жить нужно напряженно, красиво, интересно, азартно. Хотя это не христианское слово. Игорь Атинович, я думаю, что первым делом надо бы вам съездить туда. Вообще, маршрут посмотреть, район, зайти в дом, подходы, и сделать заранее, до осени. Чтобы вы сказали, этот дом готов принять. И тогда мы будем уже наши квитки выпускать с телефоном и с адресом именно Восточной 99. Я предлагал, когда Пупков говорил какое-то, я сказал так. Начинайте на новом году. Ну конечно, нет, но я-то не живу, не буду жить. Вот в университете ни одного человека нет. Я с тобой делаю. Ни одного. Тогда работал Филатов Константин, секретарь комсомольской организации Алтайского государственного университета. И он предложил, организовал такое общество, Алпавин. И я у него первый выступил. Тогда дальше начались занятия. Студенты пришли, потом еще, потом стали в городе знать. И потом люди пришли, вот так вот. Придется не перетаскивать людей отсюда туда, а начинать работать с людьми, искать контингент, где там. Ну я не знаю, где там, где там или не где там, это недалеко все от технического университета получится. Да, рядом надо начинать работать, искать. Чтобы люди знали, вот как мы говорим, чтобы не бродили, вот пожалуйста, наш сайт, с сайта на форум, тут все материалы. Мы конкретно говорим, где адрес должен быть, а кто подойдет. А бывает такое, занят чем-то другим, я его вычеркиваю. Если играет, а мне пришлите материал, я его сразу вычеркиваю. Это не работник. Люди серьезные должны встретиться. И они у Бога есть. Если сейчас будут события передвижения народа, у нас народу будет столько, что потеряевка в сотни раз увеличится в один день. Так что у Бога все вымерено. Показать небольшое городишко, говорят, это было заброшенное место. Почему? Вот даже, ну они, производство было, у нас другое производство. Тут другой план. Для Бога. Благодарим? Все сказали, все? Слава Христу. Наверное, не так вот. А? И Анна. Достойно есть якова истину, блажите Тя Богородицу, пресоблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашему, честнейшую хирургин, и славнейшую без сравнения серокин. Мерзость пления Бога, слово ручую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, слава Тебе за великую милость Твою, что позволил нам собраться и познавать волю Твою святую. Что не от Тебя, дару этому забвение, а что послан от Тебя Духом Святым, помоги исполниться. Ибо что человек, и что суета его, все счета, если Ты не поможешь. Устрой нашу жизнь по воле Твоей святой, это благовестие, о котором рассуждали, и нужна ли эта встреча с епископом и с людьми, находящимися там, чтобы мы не потеряли драгоценную свободу, в которой Ты нас столько десятилетий хранил. Хвала Тебя. И упокой, Господи, в обителях небесных, но представлено раба Твоего Иоанна, и сотвори ему вечную память. Вечная память. Вечная память. Вечная память. Вечная память. Господи, защити Родину нашу от нашествия на племенников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали муды и законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Его. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов в опия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.